Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Порядка 300 бойцов ОМОНа из Чечни отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров. Беларуси официально узаконили интеллектуальное пиратство. Луга бы подписал закон, который разрешает использовать ПО, музыку и фильмы из западных стран без согласия их правообладателей. Республика Торренто-Русь. В Беларуси начали готовить наемников для создания формирования по образцу российской ЧВК «Вагнер». В дальнейшем его собираются отправить на войну в Украину. Речь идет о частном охранном предприятии ЧОП «Градгардсервис». Единственному, которому президент республики Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие. Оно резко увеличило численность сотрудников и насчитывает уже более тысячи человек. «Гардсервис» будут использовать диверсионно-разведывательных операций для штурмов. Финансированием группировки занимается руководство РФ. Самолеты аэрофлота «Бангкок-Москва» посадили в Самарканде из-за беременной женщины, которой стало плохо во время драки на борту. Рейс оказался несчастливым во всех смыслах. После вынужденной посадки самолет пришлось менять. Как сообщает очевидца, драка произошла из-за одного хамоватого пассажира. Он объявил себя важной персоной и потребовал особого отношения. Стюардесса отказала мужчине, после чего он напал на нее и толкнул. Дипоши раскрутили, а вот из-за переполох одной из пассажирок стало плохо. Женщина была беременной, поэтому экипаж принял решение садиться в ближайшем аэропорту. Это был Самарканд. По словам пассажиров, посадка просла жестковато. После приземления люди несколько часов не выпускали из самолета. Пассажиры надеялись, что скоро они все же полетят в Москву, но беды на этом не закончились. Оказалось, что у самолета техническая неисправность и бор летать пока не может. Пассажиры высадили в аэропорт, их разместят в отель и отправят в Москву другим самолетам аэрофлота. Так что, с одной стороны, можно считать, что это счастье, потому что поломка могла выявиться и в воздухе. Армия россиян-банкротов превысила 700 тысяч человек. За последние 7 лет количество россиян, признанных банкротами, выросло до 753 тысяч человек. В 2022 году суды признали несостоятельные 278 тысяч граждан. Физлицы ИП. Это на 44% больше уровня предыдущего года. В предыдущем году прирост обанкротившихся граждан был больше, он составил 62%. К началу войны россияне подошли с рекордным уровнем закредитованности. Проблемой задолженности сталкивался каждый пятый россиянин. В зоне просрочки по долгу находится почти 10% трудоспособного населения РФ, численность которого Минэкомразвитие оценили в 74,8 миллиона человек. 33% россиян зависят от выплат от государства. Это 42,7 миллиона человек. Для 31% пособия, основной источник дохода, при этом всего 39% из 6 десятых, россиян получат зарплату, это 58,4 миллиона человек. На визуализации основные источники доходов жителей. Если быть точнее, то первая строчка это те, кто зарабатывает деньги, все остальные это электорат Путина или те, кто дует социалку. А, еще стоит добавить, что все, кто в первой графе, либо умерли, либо уехали, либо потеряли работу. Двое пациентов, находящихся на преднудительном лечении, сбежали из психбольницы в Курской области, после их нашли мертвыми. Побег произошел 11 января в курском поселке Искра. Во время утреннего обхода сотрудники психбольницы имени святого великомученика и ценителем Пантелеймона недосчитались двух пациентов, 53-летнего Анатолия Семина и 44-летнего Вартана Аракляна. Оба мужчины сбежали через незапертую решетку на окне, а позднее их чела нашли возле сельского кладбища. По данным базы, на трубах пациентов не было никаких признаков насилия, они погибли от переохлаждения. Мужчины находились в психбольнице на принудительном лечении. Так, Семин страдал от параноидальной шизофрении, а у Аракеляна были диагностированы тяжелые умственные отсталости. Семина, осужденного за грабеж и кражду, поместили в больницу еще в 2009 году. Аракелян находился там с 2017 года. Его отправили на лечение после того, как признали виновным в краже. Медведев отказался верить, что россияне топят дома дровами. Зампред Совета Безопасности, лидер Единой России, экс-председатель Совета Директоров Газпрома Дмитрий Медведев заявил, что пока за границей переходят на уголь и дрова, россияне радуются газификацией. Самое главное, есть улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну что называется, почувствуй разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас, похвастался он, цитата от РИА Новости. Между тем, по статистике, каждая 15-я российская семья согревает дома и квартиры с помощью печей. Это около 4 миллионов дохомых хозяйств. Согласно данным Росстата, за 2021 год 12% от общей площади жилья в РФ не оборудованы отоплением, то есть любым видом теплоснабжения. От центрального до личного или общедомового котла. Печи или электрические обогреватели отопления не считаются в сельской местности дровами или углем. Обогревают 27,5% жилого фонда. В городах 6,5%. Самая тяжелая ситуация в Туве. Здесь на печном отоплении около 90% домохозяйств. За Баграйском крае порядка 50% в Бурятии 43, еврейский автономный 40, в Алтайском 39. Приводим данные профессора Капидры экономической и социальной географии РФ МГУ Наталья Зубаревич. А я вам напомню, даже в моем родном поселке, рядом с которым находится несколько газоперерабатывающих и газодобывающих промыслов, знаете что? Правильно, газификации нет. Например, так же, как и нет газификации в других городах, где рядом находятся промыслы, но газификации нет. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. До скорого ролика.